Мы в эфире, и в эфире сегодня совершенно не прогноз погоды. Всех, во-первых, приветствую категорически. Меня зовут Владислав Утушкин, я SEO-групп компании TTM Group, и сегодня мы с вами разговариваем про замечательную новость, это запуск лаунчпада. По-разному называют лаунчпэд, лаунчпэд, в общем, совершенно по-разному. И сегодня мы наконец-то расскажем все подробности этого лаунчпэда, что нужно будет делать, на что влияет, как это работает, и самая главная вообще цель за сегодня – это познакомить вас всех сегодня с проектом, который будет первый запущен на этом лаунчпэде. Полноценный, полноценный уже вообще запуск функционала состоится у нас 4-го числа, и это, если вы откроете календарь и увидите, что это будет понедельник. Понедельник – начало трудовой недели, начало чего-то нового, поэтому запуск будет в понедельник. А сегодня, чтобы вы все успели подготовиться, чтобы мы на вас свалились, не как снег на голову, или, может быть, не снег, или еще что-нибудь там другое. Поэтому сегодня надо вас ввести в курс дела, чтобы вы уже к понедельнику, к 4-му числу, были уже все кем-китами, которые знали, что делать. Поэтому надо все рассказать. Ну и я уверен, что наше сообщество, оно умное достаточно уже к этому моменту. Я надеюсь, по крайней мере, на это очень сильно. И много сил к этому принципу мы приложили. Я уверен, что многие из вас от меня еще в далекие-далекие года, еще когда на планете ходили динозавры, узнали, что такое лаунчпэд. Я рассказывал, мы с вами, помните, тогда было такое время, IDO, очень много было рассказывать на эту тему. Еще разочек, для тех, кто не понимает, что такое лаунчпэд, все, в принципе, просто. В слове в самом все заключается. Если знать английский, то слово лаунч – это что? Запуск, да? Пэд. Соответственно, это такая панель запуска получается. Для чего она нужна? На этой панели запуска, на этом лаунчпэде, появляются проекты. Какие проекты могут появляться? Только качественные проекты. Особенно на нашем лаунчпэде могут появляться только качественные проекты. Что это за проекты такие? Это не какой-то новоиспеченный проект. Это проект уже как с историей, с собранной командой, с функционалом. То есть они понимают, что делать дальше. И прошли самую главную стадию. Это какое? Второе – это seed round, так называемый. Это закрытые переговоры с инвесторами. То есть это проекты, по сути, у которых есть уже ресурсы идти дальше. И они об этом точно понимают. И дальше у каждого из этого проектика, если открыть их токеномики, есть такой раздел, который называется «Публичная продажа токенов». Вот для публичной продажи токенов выбираются как раз лаунчпэд-площадки, лаунчпэд-платформы, где оговаривается стоимость, по которой эта эмиссия, которая предусмотрена там на паблик и выделена на конкретный лаунчпэд, будет отдана пользователям. Дальше у каждого лаунчпэда, как говорится, у каждого додика своя методика, у каждого лаунчпэда есть свои собственные параметры, при которых он готов этот лаунчпэд поделиться эмиссией этой с пользователем. Почему это интересно? Почему это собирает так много людей вообще? Любая там лаунчпэд-платформа. Ну как бы у лаунчпэд-платформы срок жизни у некоторых только может быть короткий. Почему? Потому что неправильно выбранные проекты, которые людям принесут головную боль, как правило, сворачивают действия любой лаунчпэд-платформы. Поэтому к выбору проектов нужно подходить особенно внимательно. Так вот, почему же интересно становится вообще все это дело? Потому что на этих лаунчпэд-платформах продажа вот этой эмиссии публичных токенов, она происходит по цене ниже листинга. И, как правило, листинг не заставляет себя ждать. И, соответственно, люди понимают, что это гипотетически их, естественно, проект. Какой бич на рынке был, связанный с лаунчпэд-площадками, почему их количество снижается? Вернее, их как собак не резаных, то есть это понятное дело. Но качественных действительно мало. Почему? Потому что в основном у каждого лаунчпэда такая аудитория не сформирована. Идут они только за одним. Получить какую-то аллокацию, даже им вообще плевать, что за проект, и разгрузить его в моменте. У нас, наверное, какая-то история другая. Там в презентации будет тоже видно. У нас уже сформированное сообщество полноценное, умное. Много чему научилось. Мы пережили все, что можно только пережить. Какие катаклизмы с вами, это точно. Идем дальше. Поэтому у каждого научились анализировать проекты, я уверен, многие. То есть те, кто и в инвест-клубе, и в академии прошли, и просто в сообществе побыли. И я уверен, что очень много информации за это время в голову положили. Поэтому мы, в свою очередь, на вот этот лаунчпэд будем собирать не абы какие-то проекты, у которых нет будущего, а стараться все-таки приводить. Не стараться, а делать. Приводить проекты, в которые мы сами верим, может быть, в которые мы сами лично инвестируем, может, в которые инвестируют фонды, знакомые и незнакомые, в которые инвестирует инвест-клуб, который есть, этот клуб ТТМ. Поэтому успех, как говорится, не за горами. Он вот уже здесь. Еще разочек дату, которую вам надо запомнить. Это четвертое число. Это понедельник. И мы с вами все перережем ленточку нового лаунчпэда, который будет называться MDAO Maker. MDAO Maker, да. Название не случайно, есть что-то похожее, может быть, по названию. В общем, как бы долго думать не пришлось им, MDAO Maker, все, погнали. Я уверен, что успех, он точно здесь будет предопределен. Все будет хорошечно. Вот, а сегодня, значит, что за история? Вот сейчас я вам, в принципе, рассказал, что такое лаунчпэд, напомнил еще разочек вам, что это такое, что за зверь. И дальше подкручится уже Роман Пищулов. Это мой друг, партнер несменный во всех ситуациях, во всем этом большом пути, к которому мы вместе идем. И вот он уже подробно, с красивой презентацией вам распишется такой лаунчпэд, который будет называться MDAO Maker, который мы делали, готовили, подготавливали проекты и нашли для вас уже проект, который будет на этом лаунчпэде. Но об этом я чуть позже еще расскажу. Вот после романа приоткрою занавесу тайны, хотя это никакая не занавеса тайны, вы понимаете, о чем я, потому что в посте, который вас позвал сюда, и вы сейчас здесь смотрите, это принцип, что написано. Моя задача просто раскрыть эту всю историю. Поэтому я передаю с удовольствием слово Роману. Роман покажет вам прекраснейшую презентацию и расскажет уже более подробно. Ну, а я вас всех еще немножко поздравляю, а еще говорю спасибо за то, что вы нашли время, пришли сюда, потому что это действительно история. Вот, очень интересная. Потому что я тоже прекрасно понимаю, какие будут проекты в этом лаунчпэде. Ручки чешутся. И плевать на рынок, который сейчас есть, потому что, наоборот, все самое интересное творится на этом рынке. Все, поехали. Роман, тебе слово. Да, спасибо, Влад, спасибо большое. Вот, я действительно, я добавлю, да, парочку там уточнений вот к твоему спичу по поводу скоринга проектов. Это действительно такая большая работа, которую мы сейчас постарались выстроить. Что такое скоринг проекта? Это, ну, как бы проверка проекта по всем показателям, там, по команде, по фандрайзингу, по идее, так, чтобы этот проект оказался тяжелым, фундаментальным и максимально, как бы, профитным для всех держателей токенов. Вот, и, опять же, тоже добавлю очень важную историю, то, что сейчас, ну, правда, очень, это самое, наверное, подходящее время для того, чтобы участвовать в сейлах хороших проектов. Рынок, к сожалению, он таким образом устроен, что и участие в лаунчпадах, что и обычная спотовая покупка, то, что люди всегда покупают задорого. Им нравится покупать, когда вокруг ажиотаж. Им нравится покупать на самых хаях, к сожалению, да, и то же самое, я сейчас захожу просто на текущие лаунчпады, которые проводятся на текущий момент. Если в бычий рынок собиралось там по 500, по 600 тысяч долларов, проекты собирали, сейчас собирают по 50, по 100, и там кое-как люди участвуют, они просто, ну, просто боятся, да. Хотя на самом деле, ну, как по идее, сейчас самое выгодное время, потому что, как все, как мы знаем, рынок цикличен. И максимальный профит от всей этой истории получат те, кто, как бы, несмотря на рынок, как раз-таки комплектовал свой портфель из хороших фундаментальных активов и на новой волне уже после этого, как бы, заработал то, что планировал заработать и там лучше, и более того, да, влюбился еще в проект, условно, в который он зашел. Вот, поэтому мы здесь собрались для этого. Я подготовил небольшую презентацию, как сказал Влад. Так, сейчас мы ее расширим. Так. Так, ну, наверное, видно мою презентацию. Поехали. Пойдем с вами по слайдам. На каждом слайде поподробнее расскажу. Ну, во-первых, да, как уже Влад говорил, у нас 4 июля будет состояться запуск. Что значит 4 июля? Это значит, что 4 июля заработает, по сути, все полноценно, и в боте выйдет то самое обновление, которое уже у нас, как бы, в тестовой версии полностью прогнали, несколько раз оттестировали, и все отлично работает. В понедельник будет, по сути, запуск уже в основную версию кошелька, где есть большое количество пользователей. 4 июля мы планируем запуститься. Функционировать эта история, я знаю, для многих это будет таким сюрпризом, кто-то знал, но функционировать эта история будет не как все ланчпады, которые на сегодняшний день существуют, а мы будем проводить так называемый IBO. Мы будем собирать сейлы внутри нашего кошелька, внутри нашего кошелька в Телеграме. Ну, об этом тоже у меня чуть есть слайда, попозже расскажу. Какие вообще преимущества? Ну, во-первых, преимущество запуска внутри валлета – это удобный, привычный и привычный вам интерфейс, да, потому что большое количество пользователей у нас уже знают наш кошелек, пользуются, холдят. Я сам ярый пользователь нашего кошелька, я теперь, в принципе, ну, не могу сказать, что ничего другого не использую, конечно же, для хранения использую альтернативные какие-то истории, но как вот для оперативных каких-то расчетов это очень удобная штука, плюс там внутренний бридж, который есть, очень удобен. Ну, в общем, это удобный и привычный интерфейс уже для всех вас, кто пользуется нашим ботом. Доступность информации на сайте и в боте. Что это такое? У нас, ну, это дальше следующий слайд будет, пока опустим, расскажу поподробнее. Удобное хранение токенов MDAO для участия в проектах MDAO Maker. Отсутствие блокировки токенов MDAO для участия в проектах. У нас не будет никаких локапов. То есть, по большому счету, вам просто на балансе нужно будет держать свои MDAO. Сейчас, вы замечаете, с каждой неделей, с каждым месяцем вот этих возможностей, где использовать токен MDAO Maker, становится MDAO, да, и их становится гораздо больше. То есть, если раньше там его можно было только отправить в стейк, сейчас уже есть некая утилити в продуктах, и это, поверьте, ну, как бы только самое начало. Соответственно, вы можете использовать в вашем MDAO, там, для участия в партнершипе, там, какую-то часть, какую-то часть на лаунчпаде, и там, и там, по сути, у вас будет профит от этой истории. Быстрая оплата аллокации, ну, естественно, так как это будет происходить внутри приложения, по сути, вам там, одной командой в кошельке вы можете оплачивать выигранные вами аллокации. И получение токенов проекта на баланс MDAO Wallet. Это тоже очень удобно, потому что, как сейчас на текущий момент функционируют лаунчпады, вам нужно подключать кошелек. Когда вы клеймите, вам нужно вспомнить про то, что вы участвовали в каком-то сейле, наступил момент там вестинга, да, разморозки этих токенов, зайти на площадку, нажать кнопку клейм, подключить кошелек, и токены к вам придут на внешний кошелек. Вот. Многие, кстати, используют для разных лаунчпадов еще разные кошельки для того, чтобы там, ну, какую-то безопасность, да, соблюдать. Вот. Некоторые начинают потом забывать про эти кошельки. Ну, а здесь будет, по сути, история такая, что вам весь вестинг, он будет приходить прямо внутрь вашего кошелька в Телеграме. Ну, на текущий момент, то есть мы, как правильно сказать, мы запускаем не стартап там с нуля, да, условно, мы пилим дополнительный функционал в наш продукт, который уже довольно успешен, популярен, уже как бы протестирован, и дальше там большие-большие-большие планы по его развитию. На сегодняшний день это почти 30 тысяч пользователей, если быть точным, прям вот выгрузили из операционной системы сегодня 28-988. Значит, наш кошелек сжег более 200 тысяч МДАУ, и это, причем это только начало, это был только первый Берн Эвент, и мы еще в кошелек не добавили такие функции, как там покупка крипты за фиат, хотя она там должна уже в скором времени появиться, поэтому сжигания будет гораздо больше. Кстати, для всех, да, кто первый раз или там плюс-минус вот не знаком еще с нашими механизмами сжигания, все наши механизмы сжигания, это не просто сжигание токенов из текущей циркуляции, это сжигание через покупку из пула ликвидности. Ну, то есть все сжигание, оно напрямую отражается на курсе. Ну, если помните, каждый Берн Эвент, он всегда дает какой-то некий всплеск. Понятно, что как бы есть некая нагрузка там на цену токенов, потому что очень много держателей, но поймите одну вещь, как бы эта нагрузка уменьшается с каждым днем, она становится все меньше и меньше и меньше, потому что в течение там этих 3-4-5 месяцев после нашего запуска происходит очень большая такая смена рук. То есть там старые владельцы отдают свои токены, новые покупают, и у новых начинается точка старта с момента покупки. И по аудитории мы очень сильно сейчас органически растем. Вот. Транзакции почти 150 тысяч и больше 12 функциональных возможностей. Мы пока, откровенно говоря, их там сильно не презентовали, не рассказывали, но я думаю, что каждый обладатель, например, своего собственного канала в Телеграме может найти для себя очень много полезных функций, в том числе там платная подписка на его канал за МДАУ, отправка секретов и еще куча-куча-куча других функций. В общем, на базе уже существующего продукта, существующей аудитории запускается еще одна классная функция. Что такое МДАУ-мейкер? Ну, он у нас будет состоять из двух частей. Первая часть – это будет сайт. Сайт будет исключительно информационный. Вы на нем сможете ознакомиться с текущими и предстоящими сейлами по проектам, а также следить за статусами, потому что у каждого проекта, как только он попадает на нашу площадку, у него там есть несколько статусов, я об этом чуть позже расскажу. Ну и, собственно, всеми вами там или большинством знакомый MarsDAO Wallet – это кошелек, где непосредственно будет происходить весь функционал участия в локации. Почему IBO лучше, чем IDO? Ну вот, собственно, появилось новое слово на рынке благодаря нам. Я не буду, конечно, лукавить, не буду говорить, что мы первые в мире придумали такую штуку. Честно, в Японии там есть такой кошелек, который проводит подобные сборы, и они тоже называют этот механизм не IDO, а IVO. Но вместо DEX там слово wallet, то есть, по сути, как бы Initial Wallet Offering. Какие преимущества для пользователя? Ну, во-первых, это всегда под рукой. Я как сам очень ярый любитель всех лаунчпадов, я не пропустил, наверное, ни одного запуска лаунчпада, я везде участвовал, везде максимально участвовал, ходил самое большое количество токенов, честно во всем участвую, особенно участвую на падающем рынке, потому что понимаю, какой силы может оказаться разворот и следующий толчок. Ну, я не люблю покупать задорого, я люблю покупать задешево. Для пользователя это всегда под рукой. И я вот на своем личном опыте могу сказать, что даже я довольно ответственно подхожу к этому процессу. Я иногда забываю, когда сейлы, или у меня просто не оказывается компьютер под рукой, мне неудобно с телефона на некоторых площадках подключиться через MetaMask, условно там поучаствовать в сейле, когда нужно прямо находиться в моменте, буквально за 15 минут купить свою аллокацию, выкупить. Вот, это неудобно. А здесь у вас, по сути, чат в Телеграме, всегда все под рукой, есть определенные пуши уведомления, вы никогда ничего не пропустите. Ну, то есть удобство – это вот номер один. Многофункциональность. Многофункциональность – все, у вас все внутри. Хранение, обмен, бриджи, тут же ваши токены, которые вы получаете на IVO, согласно Вестингу, то есть все в одном месте. Что такое для нас, для работы платформы, для бизнеса, то есть какие преимущества? Ну, во-первых, у нас большая аудитория пользователей Mars2Wallet. Я считаю, это большая аудитория. Мы анализировали лаунчпады, которые на текущий момент существуют на рынке. Это сделать очень просто. Можно зайти просто на эксплореры и посмотреть, например, количество держателей токенов, потому что количество держателей токенов, по сути, это и есть участники, кто в лаунчпадах участвует. Я могу сказать, что это не такие большие цифры, как вы себе, наверное, можете представить. Там исчисляются вот топовые лаунчпады, это максимум сотни тысяч пользователей, то есть 50-100 тысяч пользователей. Вот, 30 тысяч пользователей в кошельке – это очень хорошая цифра, с которой мы стартуем, и поэтому я думаю, что у нас все получится. Дальше. Победители, собственно, сейлов, которые будут проводиться на лаунчпаде, они получают токены внутри кошелька. Для нас, как для бизнеса, это выгодно, потому что мы оставляем себе аудиторию. Мы оставляем аудиторию, которая будет пользоваться также дальше нашим кошельком, всеми функциями, а для сообщества в целом, для держателей это выгодно, потому что у нас этот продукт с недавних времен стал максимально дефляционным. Сейчас вот эти burn-эвенты, которые проводились вручную, через какое-то время эта история будет полностью автоматизирована. Ну, это я уже подошел к третьему пункту, дефляционная модель токена. Это, в принципе, тот лозунг, под которым мы планируем прожить весь этот год. Вот мы его с самого начала, как объявили, то, что у нас объявляется год дефляционной модели, мы все, теперь занимаемся продуктами только для дефляции. Вот, так же мы, в принципе, и продолжаем. Так, дальше. Как работает MDAO Maker? Есть этапы, есть этапы. Сначала это подготовка, то есть вы на сайте уже можете увидеть проект, не текущий, да, а когда наступает первый этап подготовки, вы увидите на сайте проект. То есть конкретно по текущему проекту, который сейчас будет выходить, это произойдет 4 июля. Там, по сути, будет вся информация по проекту. Сейчас не буду показывать, как это будет выглядеть, но там будет все. То есть описание там вестинга, полностью вся команда, там партнеры, описание проекта, ну, то есть всю информацию, которую проект предоставляет, вы с ней ознакомливаетесь. Потом наступает этап подписки. Этап подписки, это если вас заинтересовал проект, вам просто нужно нажать одну кнопочку, там, подписаться на участие. И для участия необходимо иметь на балансе MarsDAO Wallet от 1000 MDAO. То есть 1000 MDAO на балансе, это вот минимальный баланс, который необходим вам для того, чтобы участвовать в лотереи. Про лотерею чуть позже скажу. Удержание. Этап удержания – это этап, на котором пользователю просто необходимо удерживать вот этот баланс, который он у себя разместил. Это может быть тысяча токенов, это может быть 100 тысяч токенов, но сам факт, что будет идти период времени какой-то определенный, там, от 7 до 10 дней, все время по-разному, в котором в этот период времени будет считаться удержание среднее. Знаете, как работает, например, Binance Launchpad? То есть для того, чтобы получить аллокацию, нужно держать BNB, подписаться, застейкать его и держать какой-то объем BNB. Здесь вам стейкать не нужно, просто держать на балансе в течение какого-то времени, для каждого проекта будет разный этап удержания. Дальше будет распределение. Все, кто удерживает токены, получат на свой кошелек билеты. Это билеты пока просто для участия в лотерее. Это не выигрышный билет, который гарантирует тебе покупку аллокации. Это такой некий билетик. Тысяча MDAO, один билетик получил. Дальше наступает этап лотереи. На самом деле этап лотереи, он такой самый сложный, наверное, понимание, и мы сначала с ребятами, когда делали эту презентацию, начали сюда добавлять кучу формул, но потом решили, что не нужно пока на этом этапе вам их показывать. В понедельник, когда выйдут все инструкции, там для тех, кто хочет разобраться, как конкретно будет происходить лотерея, как будет происходить распределение билетов, можете изучить, посмотреть. Ребята придумали очень классную штуку, как это будет распределяться. Я считаю, что за основу этот алгоритм можно брать даже за основу какой-нибудь, не знаю, научной работы. Мне очень понравилась математику, которую там придумали. Собственно, лотерея. Дальше потом будет происходить оплата. А, забыл сказать, что по окончанию лотереи вам будут выпадать выигрышные билетики. То есть, например, я приведу пример. Вы держите 10 тысяч токенов Mars, и вам выдали 10 билетиков для участия в лотерее. Лотерея прошла, и у вас, например, два билетика оказались выигрышными. Вот каждый билетик дает вам право зайти на аллокацию. Во всех проектах это будет по-разному. Например, один билетик дает право зайти на 50 долларов. В каком-то проекте один билетик на 100 долларов дает право зайти, купить эти токены по цене паблик сейла. Ну, дальше происходит оплата. Оплата происходит очень быстро. Собственно, в принципе, как и все эти этапы, лотерея, оплата и распределение оплаты, да, это все происходит очень быстро. Оплачиваете вы внутри кошелька в той сети USDT в рамках которой, в той сети, в которой, по сути, происходит сейл, в той сети, в которой будет запущен токен проекта. Вот. У нас на текущий момент там есть эфир, есть BNB, есть, что насчет, троновская, да, сеть, ну, там, в ближайшее время мы Layer 2 сети еще, в принципе, добавим. Собственно, если особенно у нас будут появляться интересные проекты, там появится сейчас первый проект на полигоне, который будем проводить. Ну, сделаем быстро, развернем полигон, я думаю, проблем с этим не будет. Ну, а дальше происходит распределение токена. Токены будут распределяться также прямо внутри кошелька. Это что касается этапов. Так, получение билетов и лотерея. Платформа MDAO Maker предусматривает систему получения билетов и возможность получения выигрышного билета. То есть здесь я хочу сразу, чтобы вы не путались, да, разграничить. Есть билетики, билетики получают все, а есть потом выигрышные билетики. Вот выигрышные билетики дают как раз право на аллокацию. Каждая тысяча MDAO на балансе MarsDAO Wallet представляет пользователю один билетик. На этапе лотереи из всех билетов пользователей будут определены выигрышные билеты. Как я уже говорил, там в понедельник сможете посмотреть по подробникам и математику, изучить, как это будет работать. Очень важный момент для тех, кто хочет определиться, какой объем MDAO нужно хранить на кошельке. У нас еще существует такое понятие, там в формуле, как некий такой мультипликатор успеха. Если у вас там тысяча MDAO и там, например, там семь тысяч MDAO, мультипликатор успеха у вас будет одинаковый, но тот, кто держит на балансе семь тысяч MDAO, он получит семь билетиков, которые будут участвовать в лотерее. А тот, кто держит тысячу, получит один билетик. Но если есть два таких же человека, и у одного семь тысяч MDAO, а у другого десять тысяч MDAO, то тот, у которого десять тысяч MDAO, мультипликатор успеха чуть-чуть подкручен. Он немножечко, ну как немножечко, в два раза, да? Он в два раза лучше, он в два раза профитней. Понятно, что там все равно, ну как бы существует такая история рандома, но вот этот мультипликатор успеха в формуле, он дает возможность получить аллокацию с большей гарантией. Собственно, какие цифры нужно запомнить? Тысяча, кратно тысячи MDAO, один билетик. Дальше следующее. От десяти тысяч MDAO мультипликатор успеха дает плюс 20%. В понедельник почитайте по подробней формулах, как это работает. От двадцати пяти тысяч MDAO мультипликатор успеха 30%. И, внимание, важный момент, от пятидесяти тысяч MDAO, помимо того, что на все билеты распространяется мультипликатор успеха плюс 40%, у вас еще один гарантированный выигрышный билет. Ну, то есть, по сути, это некая гарантированная локация в каждом сейле, в котором вы участвуете. Поэтому, я знаю, у нас есть крупные держатели, вот, эта новость вас должна приятно порадовать. Ну, дефляционная модель. В принципе, я об этом уже сказал, но еще разочек так поподробнее расскажу, как это будет работать. На платформе предусмотрена дефляционная модель. Куда же без этого. Комиссия сервиса MDAO Maker будет составлять 10% от покупки аллокации. Ну, допустим, вы выиграли аллокацию на 50 долларов. Вы, когда ее будете оплачивать, 50 долларов будет покупка токенов, и 5 долларов – это будет комиссия сервиса. Из них 50% в рамках транзакции. Возможно, сначала ручками, но потом автоматически мы настроим. Это будет откупание из пула и сжигание тут же. То есть здесь у нас будет дефляция в чистом виде. Ну, собственно, у меня по презентации я очень быстро пробежался, чтобы вы примерно понимали, как это будет работать. В понедельник у вас появятся все инструкции, то есть как участвовать на всех этапах, как, собственно, пополнять балансы, вводить, выводить. Ребята сделали прям такие полноценные гайды с описанием того, как будет работать лотерея, значит, как будет происходить вот этот внутренний конкурс на основании какой формулы. Вот это все в понедельник. И в понедельник, в принципе, вы на сайте сможете полноценно ознакомиться уже с первым проектом, который у нас запускается. Но сегодня с нами как бы еще присутствует наш уважаемый гость. Владислав, наверное, его там поподробнее представит. Я на этом как бы мой питч заканчивается. И переходим тогда к нашему первому проекту, который мы запускаем. Ура! Ура! Ром, спасибо за прекрасную презентацию. Вот, можешь отключить, наверное, этот экран. Да, я уже отключаю. Все, супер. Спасибо тебе за прекрасную презентацию. Надеюсь, все всем понятно. В принципе, все очень просто. Еще разочек прям для закрепления. То есть, Launchpad у нас по технологии лотерейный. Вот, соответственно, из-за того, что огромное количество пользователей, естественно, аллокация не должна достаться всем и каждому. Потому что количество токенов на эту аллокацию, естественно, ограничено. Что надо сделать, чтобы побывать в этой, поучаствовать в этой аллокации? Ну, держать на кошельке какое-то количество МДАО. Причем, то есть, вас еще никто не заставляет. Вы можете держать, можете не держать. То есть, это нигде ничего не блокируется. Вас никто не заберет, не отнимет. Не переживайте за это вообще. Вообще. То есть, 1000 МДАО – это один билетик, который поучаствует потом в лотерее. Соответственно, ждете лотерею в зависимости от того, сколько у вас МДАО, столько у вас билетиков появилось. Плюс вот эти коэффициенты, соответственно, которые увеличивают ваш шанс на победу. Получаете выигрышные билеты. Например, два или три или четыре или один. И уже согласно с этими билетами заходите в аллокацию. Можно я еще, Влад, пока один момент, извини. Давай, давай. Очень важный момент. Еще очень важный момент. Вы в презентации не указали, но стоит об этом поговорить. Значит так, у нас выигрышных билетов будет всегда на 10% больше, чем дозволенная аллокация. Это нужно учесть. То есть, например, допустим, выигрышных всего есть билетов, которые мы можем продать условно полторы тысячи. Выигрышных будет 1650. Почему так делается? Так делается для того, чтобы мы не допустили, чтобы у нас не было ни сборов. Поэтому тут еще важна скорость. Ну, понятно, что такая условная скорость. Не нужно, конечно, прямо там сломя голову бежать и быстро ее покупать. Но если вы там два дня, например, провтыкаете, и ваш выигрышный билетик, он может оказаться уже неликвидным, потому что уже аллокацию всю забрали. То есть мы выигрышных билетиков чуть-чуть всегда на 10% будем давать больше. Все, я как бы закончил. Кстати, хорошее пояснение. Потому что часто так бывало, я даже знаю, вот в ближнем кругу люди там выиграли аллокацию на лаунчпеде и, короче, в итоге забыли ее оплатить или еще что-то, аллокация сгорела. Вот. Потом токен залистился, он сидит и смотрит. Ой, я же выигрывал. Ты же ее не оплатил. Вот. Ну и все. Ладно, поехали. На самом деле сегодня хороший проект выбрали, первый для запуска. На самом деле проектов достаточное количество уже отобрали. Это очень хорошая новость. И первый, за который точно не будет стыдно. Он очень понятный, из понятной команды. Я вам сегодня, в принципе, расскажу об этом. Значит, сегодня я вас познакомлю с ребятами, которые занимаются развитием экосистемы, которые откроют новое, по сути, решение P2P для традиционных геймеров. Вот. Для традиционных геймеров. То есть, ребят, на самом деле, такой некий мост, который в этот рынок приходит для того, чтобы привести как раз традиционных геймеров и дать им все возможности, которые существуют на рынке крипты. Какие? Зарабатывать, соответственно. Все же понимают, что вот как раз я был недавно у нас голосовой эфир. Рынок геймфи от обычного геймерского рынка отвечает тем, что всем, по сути, пофиг на игру. Всех задач зарабатывается. То есть, и все остальное там вторично. Вот ребята как раз организовывают такую экосистему P2P для традиционных геймеров. С возможностью зарабатывать вот на этом рынке, который есть. Это первое, по сути, Трайпл-А решение. А-а-а решение, как его называют. Вот. На рынке геймфай. И еще такой рынок, я вам назову, чтобы не пугались, геймфай и метаверс. Метаверс. Если кто еще помнит, что такое метаверс, вот, это про это. Но вообще, вы как бы, не стоит недооценивать тренды. Метаверс обязательно сейчас ворвется в нашу жизнь, потому что сейчас очень много всяких решений с метаверс происходит. Вот. И при этом там есть, соответственно, механика Play2World. Поэтому я сегодня рад вам всех, всем представить Андрея, который расскажет нам про замечательный такой проект, который RedPad Studio, RedPad Game Studio. Вот. И Андрей сегодня полностью все это дело презентует, расскажет, что будет за проект такой первый на этом лаунчпаде. И я вам всем рекомендую обратить внимание на этот проект, потому что, абы какие проекты, на этот лаунчпад, который мы запускаем, не попадут. То есть попадут все только понятные проекты, за которые, я уверен, что нам не будет стыдно. Поэтому встречайте Андрея. Андрей расскажет дальше про проект. Андрей, я тебя приветствую. Спасибо тебе за то, что ты здесь сегодня с нами. И у нас есть такая честь запустить на нашем лаунчпаде еще и первый проект, он всегда знаковый. Это ваш проект, RedPad Game Studio. Приветствую. Да, привет, Влад. Привет, Рома. Спасибо большое. Это прям большая честь быть первыми. Я с ребятами познакомился, как я говорил. В этом году у нас было очень много интересных дискуссий, разговоров, куда движется рынок. И ребят всегда в тренде. Все, наверное, участвовали в IDO, в IEO. А в IEO, наверное, только единицы где-нибудь в Китае, как говорил до этого Роман. У ребят, помимо этого, есть интересные, я бы назвал их, игровые механики с помощью билетиков. Атлетиков прямо внутри кошелька. И когда я это все увидел, так как мы занимаемся разработками игр, у нас произошел матч, знаете, как в Тиндере, и такое сердечко. И нам говорят, ребята, вы можете быть первыми. И мы такие, мы за, мы только за. И да, позвольте представить наш проект. Да, наше видение, наша миссия, наверное, основные вещи, которые всегда стоит упомянуть. Мы видим, что в будущем вообще традиционные игры будут развиваться, будет занимать какую-то долю Metaverse, GameFi. И наше видение развивать, управлять экосистемой таким образом, чтобы открыть новые возможности для геймеров. И геймеру быть не просто игроком, а быть как инвестором тоже. Цель, конечно, суперская, стать номером один на быстрорастущем рынке ММО, игр с механикой GameFinals. Что касается наших продуктов, первый продукт Dasland, мы его разрабатываем уже более трех с половиной лет. Вот, релиз у нас в ближайшее время, не за горами. Сейчас работаем над маркетинговой компанией по Dasland. И через год презентуем следующий продукт, Vartight Worlds. Он сочетает в себе MMO, RTC, RPG и Action. Это, наверное, первое такое уникальное решение, когда игрок может в любой момент переключаться в геймплее между этими функциями в стиле RTS. По поводу Dasland, это MMO в жанре Action, выживание. Представьте Землю, когда взорвалась Луна и появилось два Солнца. 75 градусов на Земле, надо выживать. Убивает природа, радиация. И надо еще, помимо этого, успеть осерегаться пуль противников, которые пытаются тебя тоже замочить. И при этом нужно выжить, успеть сохраниться, забежать в город. Очень интересные механики. У нас уже прошло два бета-теста. На первом участвовало порядка 30 тысяч человек, на втором уже было 45 тысяч человек. Вот, очень классные отзывы. И следующий бета-тест у нас стартует в следующем месяце. Тоже записывайтесь, следите за новостями, можете пощупать продукт, можете поучаствовать в бета-тесте, в разработке, в прямой. Что касается ключевых преимуществ, это, конечно, бесплатный доступ. Тут, это игровая платформа, она основана на сообществе, где у каждого пользователя будет личный кабинет. Кабинет инвестора, кабинет геймера. Вот, легко присоединиться. Для этого вам нужен просто крипто-кошелек, это Truss Wallet, MetaMask, либо куча других. Там у нас 15 кошельков, которые можно соединить через Wallet Connect. Значит, что вам нужно для того, чтобы стать RedPod Games игроком, это скачать, установить поставленную версию кабинета и крипто-кошелека. Все очень просто. Вот, платежная система уникальная. Как говорил до этого Влад, мы строим мост между традиционным миром игр и крипто-сообществами. Это новое P2P-решение для традиционных геймеров, где посредством блокчейн-технологий ты можешь зарабатывать. И это как таково не play to earn, это play and earn. То есть хочешь играй, наслаждайся крутой графикой, хочешь зарабатывать, хочешь быть игроком, игроком-инвестором, у тебя появляются новые возможности. Что касается аналитики, у нас ребята очень постарались, примерно посмотрели на рынке, что доступно из таких, наверное, игр Decimated, Star Atlas, Sidus Heroes, можно взять игры, но они совмещены, наверное, тем, что там есть игровой движок один, где-то Game Store один, но нету полноценной экосистемы, потому что мы планируем за 10 лет запустить 7 игр в разных жанрах. В основном у нас ключевой MMO Action, мы сосредоточены на него. И мы видим большой потенциал в развитии студии на данном рынке. Как вы видите, на нем есть большой задел развития. Сейчас весь гейм-рынок оценится порядка 200 миллиардов, из них 30% это MMO-игры. То есть есть рынок потенциала развития, примерно 100 миллиардов рынок, на который можно зайти. Что касается Metaverse, вот видите, зеленый закрашенный кружочек, это игры. Почти львиную долю занимают именно игры в Metaverse. Понятно, и онлайн-покупки тоже в играх есть. Потом уже взаимодействие в определенных контентах, в соцсетях. И, как я сказал, Play and Earn – это Dasland. Он имеет технологию, которая отличает от других проектов. У них Play to Earn, у нас Play and Earn – да. Такое маленькое To and End решает, потому как просто, чтобы тебе надо постоянно играть, находиться внутри или зарабатывать на NFT-шках, у нас ты можешь наслаждаться игрой, ты можешь зарабатывать, монетизировать свое время, ты можешь взаимодействовать внутри с игроками, где-то платить за то, чтобы тебе помогли, где-то даже просто обмениваться токенами. В течение полугода после игры ты можешь продавать свой аккаунт, что очень круто. То есть ты не просто тратил свое время, а ты реально работал внутри игры и получал за это дивиденды в виде токена. Что касается проблем и решения, мы выделили, наверное, в традиционных играх есть определенные нюансы. Это отсутствие механика Play and Earn. Они присутствуют, но нет вывода токенов в стейбл-коины, нет P2P-решения для обмена игровыми активами в полномасштабном. То есть всегда есть моменты, когда кто-то кому-то не хочет доплачивать какую-то определенную маржу, либо бояться совершать сделки. Здесь, в данном случае, студия выступает кастодиалом, и все происходит на кошельке геймера, кто находится внутри игры. Что касается проблем Play and Earn игр, это отсутствие геймплея хорошего, низкий уровень графики. Сейчас многие P2P-игры, они не делают, как бы сказать, MVP, нет у них бета-версии игры, они просто говорят, что давайте соберем деньги на проект, который мы запустим через год. В данном случае мы уже делаем второй бета-тест, загорали третий. Вот, мы выходим с продуктом готовым. Вот, и мы нашли решение для этого, решение по новой возможности в P2P для традиционных игр, создание нового сегмента, что игрок может выступать как геймер-инвестор, готовая бета-версия игры, как я и сказал, нет зависимости от волатильности рынка, что очень важно в данный момент. Мы готовы запускаться и сейчас, то есть тут не важен момент, биткоин там упал, что-то там просело, где же рынок. В этом плане мы привязаны к продаже игры, продажа игры будет за фиат, средний чек от 25 до 70 долларов, то есть 25 долларов примерно, где 30% этой ликвидности пойдет в токен и произойдет система buybackburn, и мы будем выводить из эмиссии. Далее по токеномике я вам чуть дальше расскажу. Что касается монетизации, монетизация для пользователей, это можно участвовать в ежедневных аирдропах, с неба будут падать сундуки, в них будут токены, понятно, там небольшие аирдропы, согласно токенизации. Поддержка других пользователей, можно пасхалку два раза в год, участвовать в данженах, вытаскивать крутые пушки в сражениях. То есть идея в том, что за токены, когда ты имеешь очень много токенов, ты не получаешь крутую пушку и просто всех валишь, там 150 тысяч человек на войне, ты получаешь апгрейд, ты получаешь момент персонализации, ты можешь сделать более крутой раскраски автомат, пистолет, что самое интересное. Арбалет можно таким образом докупить, что он превращается в M16 у нас, и такие есть интересные функции. И сам Dashland, он серый, это постапокалипсис, и в этом постапокалипсисе, конечно же, хочется разукрасить все это, но ты это можешь сделать посредством токена, который ты покупаешь. Также присутствует персонализация в одежде, не только. Собаки, которые представлены у меня сзади, их тоже можно персонализировать. И много интересных, крутых механик игровых внутри. Это две тени, когда потребление воды в два раза выше, тебе постоянно нужно патроны менять на воду, вот там этими механиками можно наслаждаться в процессе игры, не просто зарабатывать на каких-то NFT-шках, а реально кайфовать на классной графике. Касательно токеномики, по поводу токеномики, мы закрыли уже seed round community, сейчас в процессе стратегического рауна закрытия, мы привлекаем адвайзеров, партнеров, у нас приватный раунд закрылся на процентов 60 в community, и затем перед токен generation event у нас ожидается за месяц до релиза игры, мы стартанем публичный раунд, публичный раунд будет размораживаться постепенно, тоже согласно плана вестинга, и данный процесс предусматривает, что постепенная разморозка даст возможность продажи, создания пулов в DEX-ах, в IEO, в IEO, где мы сейчас будем участвовать, вот, сама эмиссия и рыночная эмиссия DASLAND составляет 318 миллионов RPGC токенов, вот, она планируется размораживаться в процессе трех лет, вот, и здесь вы видите процесс разморозки, я всегда привожу тринадцатый месяц, в тринадцатом месяце разморозить порядка шестидесяти миллионов токенов, у нас целевая продажа, мы планируем продать за год DASLAND порядка ста пятидесяти, сто шестьдесяти миллионов, и порядка тридцати процентов сжечь, чтобы быть готовым к следующему году, и сама токеномика набирала больше ликвидности, и было более интересно, такой селф-маркет-мейкинг, мы придумали такую технологию по сжиганию токенов. Что касается родмэпа, запуск DASLAND, как вы видите, у нас после DASLAND будет запускаться Wartite Worlds, затем есть уникальная игра Куб, здесь я не рассказывал, это киберспортивная игра, где если кто-то играл в CS GO, это значит пять террористов против контртеррористов, в данном случае шестой игрок выступает в виде строителя, он играет в шахматы, и он выстраивает стенки, то есть постоянно стенки меняются, и в данном случае тебе нужно побеждать командой такой мозаичной карты, где ты постоянно не знаешь, что произойдет в плане где стенка, где появится какой-то куб, который помешает игре, вот, затем мы все равно смотрим, что Metaverse развивается, до этого я показывал аналитику, 1,5 триллионов Metaverse будет занимать по аналитике через пять лет, соответственно, блокчейн игры мы считаем, что разобьются, будут готовы к AAA-графике уже полноценно, через лет пять, и у нас есть классная игра, пока рабочее название Ninja против самураев, вот, мы планируем сделать на Web3 блокчейн, но именно с крутой графикой и с полноценным вращением токенов RPGC. Наша команда, она имеет большой опыт во всех сферах, мы когда собираемся, я думаю, ребят, как так получилось, наверное, звезды сошлись, но ребята реально крутые собрались, SEO 18 лет, полжизни посвятил играм, разработке и оптимизации игровых механизмов и в онлайн, в World of Craft, у нас Женя занимался развитием банков, Леша тоже в тех проектами, Брэндом Бенсон, он был пиар-директором в Xbox, в Sony, у нас классные планы с ним по развитию именно первой игры Dasland, вот, ваш покорный слуга Андрей Петровский, у меня есть лет 5, наверное, в майнинге, плюс P2P-решения по токеномике, вот, и занимаюсь крипто-консалтингом, эдвайзингом в проектах, вот, Абзал наш юрист, он в Legal 500 Казахстана, достаточно известная персона, регистрировал порядка, наверное, 600-700 проектов в сфере блокчейн, Амазон, мы сотрудничаем с ними в архитектуре серверов, каждый раз в два месяца мы созваниваемся, помогаем ребятам, как строить гейм-движки, за это они нам дают пользоваться их серваками, чтобы понимали, 200 игроков можно поднять на серваке, последний бета-тест мы подняли там порядка 700-800 серваков. Вот, наши партнеры, консультанты, здесь вы можете видеть и Xolo, Nvidia, и таких партнеров, как Ranking Game, они делали персонажи для резиденции L7, вот, наши маркетологи, злодеи, ребята UniGym, Skyrocket фонд, конечно, ребята из TTM Group, недавно к нам присоединился Владислав Мартынов, мы хотим с его опытом в адвайзинге эфириума создать что-то новое в традиционных играх, и мы видим такую большую перспективу в этом. Ну и, конечно же, наши контакты, присоединяйтесь на наши соцсети, подписывайтесь, задавайте крутые вопросы в комментариях, и я с удовольствием отвечу. Спасибо большое. Андрей, спасибо тебе огромное. Вот, спасибо. На самом деле, вот, когда смотришь на ваш опыт, на опыт команды, на людей, на партнеров, это очень лестно видеть нас там среди партнеров. спасибо за доверие, это многое стоит. Но, говорю, посмотрев на ваш опыт команды, понимаю, что вообще как так подобралось все, да, очень, очень, очень серьезно. То есть, опыт там, конечно, я говорю, это, наверное, один из тоже факторов, когда мы оценивали проект, оценивали команду, вот опыт, который у вас там сформирован, он, конечно, серьезный. Можно я тоже добавлю? Давай-давай, Рома, да. Да, тоже пару слов добавлю. Я еще где-то вот полтора-два года назад говорил, когда вот только там зарождался рынок GameFi, что придут профессионалы, придут те, кто занимаются этим прям профессионально, те, кто пилят годами игры, те, кто запускают игры на консоли. И хочу, чтобы у аудитории прям четко сложилось понимание, что сейчас выступали ребята, которые занимаются не разработкой GameFi игр, да, а это ребята-традиционщики, которые пилят настоящие игрушки, прям хардкорные, вот, при этом у них вся их бизнес-экономика, она по большому счету завязана на продаже непосредственно самой игры, вот, а токен – это лишь маленькая такая часть, которая дает возможности становиться тебе в этой игре уникальным, становиться тебе в этой игре уникальным. То есть то, что на текущий момент и так происходит в играх, если вы играете, там, не знаю, в танки, там, в Warcraft, еще что-то, вам нужно покупать какие-то ассеты, там, прокачивать персонажей, вы, по сути, это все делаете, ну, Андрей, да, поправь меня, если не так, по сути, делаете все то же самое, но только за фиатные деньги, там, через тот же, там, стим или подобные разные инструменты, вот, ребята хотят ввести как раз экономику крипты в традиционное игростроение. Да, Mass Adoption, нам нравится ваше видение, то, что все равно все придет к крипте, мы видим, что с помощью блокчейн можно решить проблему P2P, и если до этого на стиме ты что-то покупал, это были обычные внутриигровые токены, и ты не мог их выводить, ты мог договариваться с кем-то на каких-то дополнительных форумах, если это через стим, там, через карточку, там, стим берет 37%, и ребят некоторые хотели экономить, но таким образом попадали на каких-то там скамеров, потому что в интернете сложно найти простодушных ребят, ой, легко найти простодушных ребят, которые там не туда что-то переведут в игре, либо сам аккаунт продадут, это такие черные рынки, вот, и мы подумали, это же круто, что есть блокчейн, который совмещает контракты, совмещает все прозрачно, и сама гейм-студия может выступать кастодиалом. Да-да-да, я о чем и говорю, то есть должны были прийти профессионалы и посмотреть на это как-то по-свежему, по-новому, вот, еще пару моментов хотел, на чем сделать акцент, значит, первое, я правильно понимаю, то, что у вас там какая-то часть от продажи игр будет уходить в поддержку токена, да, это было как-то на презентации, по-моему. Да, я еще раз могу повторить, 30% от продаж ежеквартально мы планируем класть в ликвид, выводить из рынка, таким образом снижать эмиссию и повышать цену, как мы это видим, но будет увеличиваться ликвидность. Да-да, это то, что нужно, я понял. И еще один момент, такой, правильно понимаю, что токен такой некой красной нитью будет проходить вот через все игры, которые будет разрабатывать студия, то есть Dasland это только первый проект в рамках реализации, да? Совершенно верно, у нас есть Game Treasury, вот, мы планируем запуск после Dasland через год в Artite Worlds, я немножко рассказал о нем, 0,42% будет размораживаться в Token Generation Event через год постепенно в Artite Worlds, примерно столько же за год разморозится в тот проект, ну и так вся экономика в течение 10 лет будет размораживаться, если мы не будем немножко успевать с релизом это в гейминдустрии нормально, есть игры, я вам скажу, которые ждут народ из 17 лет и 18, сейчас не будем об этом говорить, вот, наша игра всего лишь три года писалась и уже полноценные идут бета-тесты, то мы будем сжигать эту миссию, чтобы сохранять токеномику игры, вот, и делать бёрнинг-эвенты, пополнять ликвидность, дальше много у нас планов, я уже не загружал презентацию, хотелось делать и банк для геймеров, и биржу для геймеров, когда в течение года привлекаешь порядка 4 миллионов, есть, есть, как называется, экшенж, да, который от 1-2 миллионов имеет ликвидность игроков, которые внутри превращаются, когда ты во всей экосистеме будешь иметь порядка 200 миллионов игроков, понятно, из них 20-30 процентов будут понимать в крипте, но наша задача параллельно обучать их, создавать тимлидов, создавать гильдии, в которых надо будет рассказывать, как можно зарабатывать, не просто бегать, кого-то выносить, объединяться, да, слон, уникальная штука, там нет френдли-файра, рил такой полный как в жизни, то везде соблюдаются моменты, что тебе может и друг садить нож в спину, и есть баллистика пули, где определенный ветер не туда попадет, первый пристрелочный, потом ты должен бить чуть выше, и таких моментов очень много, я не буду уже останавливаться, но так и хочется, хочется поделиться. Ну, мы затестируем обязательно, спасибо, все, у меня вопросов пока нет, спасибо большое. Так, у меня есть вопросы, они стандартные, на самом деле, я на них ответ примерно понимаю, потому что проект изучал, но здесь много аудитории, вот, и, соответственно, они, извини, если, может быть, тебе покажутся однотипными, может, глупыми, может, еще какими-то, но, в общем, как-то так они будут звучать сейчас. В чем уникальность RedPad Game Studio, вот, в чем вы отличаетесь от конкурентов? Я не буду называть конкурентов, я их знаю, вот они есть, в чем ваше отличие? Наше отличие, что мы увидели вопросы в P2P моментах и придумали решение через блокчейн, и что есть возможность не только играть, но и зарабатывать, то есть отдельно, ты хочешь играешь, хочешь зарабатывать, это play to earn. Отличие еще второе, наверное, поддержание ликвидности, мы видим потенциал и мы инвестируем, по сути, в крипту с денег, которые могли бы дальше там культивировать, либо там вытаскивать, да, на какие-то нужды, мы подкрепляем. Наверное, это три основные момента, которые являются уникальными. Окей. Когда и на каких площадках будет релиз? Вот еще интересно. Мы планируем в процессе Token Generation Event выйти на Dex, это стандартно Pancake, мы на BNB находимся, также MarsDAO, да, это IVO, и мы подаем на Binance Lab, так как токены находятся на BNB, там средний чек порядка 500 тысяч, и мы попытаем счастье. Нам нужно запустить игру, подтвердить свое комьюнити. Говорят, что нужно порядка миллиона людей, чтобы покупала, продавала токен, наполняла стаканы, тир один бирж, но у нас есть запасной вариант, если Binance скажет, ребят, пока рано, Binance готовы брать ребята из Gate, вот, и Mix, там всего лишь нужно 200 тысяч человек, вот, я думаю, с лихвой у нас наберется, потому как pre-sales игры уже 1,3 миллиона, после Epic Games фестиваля мы собрали форму ребят, которым была интересная игра, и которые готовы там поучаствовать, заплатить 25 долларов, чтобы принять участие. У нас есть контакты 1,3 миллиона геймеров уже в преселе. Нет, это 100%, то есть анализируя вашу команду, понятно, что у вас со всей бизнес-историей, на каком-то горизонте будет все стабильно, потому что там ребята работящие, вот, по поводу только криптовой истории, криптовой, криптовой не всегда понятно, может, не всегда заходят, но я уверен, что у вас все получится, уверен, даже если там, короче, я на самом деле желаю вам, блин, большой удачи протолкнуть еще Binance Labs и дальше, чтобы Binance поддержал. По сути, ну, много кто приходит, да, с какими-то влажными фантазиями, вы там все, на самом деле, такие бизнесовые, чуваки из этого рынка, наверное, у вас должно точно получиться. Окей, в чем выгода для инвесторов покупать сейчас, вот, заходите во всю эту вещь, вот так просто, конечно, нельзя, наверное, об этом говорить, но хочется все равно услышать. Шкурный интерес, да, в чем выгода? Ну, естественно, естественно, у нас же здесь не белоснежки сидят, всем этот лаунчпад нафиг не нужен, все хотят капусты рубаной, ну, как бы, я уверен, что так, хотя, хотя вот ваш проект, это вот история, в которую можно вкладываться с определенным периодом времени и вообще не париться, потому что, я уверен, что если случится магия, то есть, какая-то моментная, да, все в ладоши захлопают, то на каком-то горизонте, я уверен, от вас можно ожидать больших успехов, мое такое, как инвестора, ощущение, да, с учетом наполнения всего продукта, но все равно вопрос прямой тебе задам, в чем выждут для инвесторов покупать сейчас? Покупать это заход на ранней стадии по очень выгодной цене, вот, а самое интересное, так как мы первые презентуемся на лаучпаде, у нас суперсладкие условия, вот, это ниже, чем Private Sales, который сейчас проходит, и я думаю, ребята, кто будет туда заходить, у них есть возможность докупить чуть ниже, чем Private Sales, вот, это прям вот это хорошее предложение, о нем не говорили, то есть на самом деле вот этот публичный раунд, который мы сегодня там пакуем в лаучпад, он по цене лучше, чем была на привате, ну, то есть вот, это нужно понимать, вот, а дальше цена листинга, окей, а что, знаешь, что я не спросил, какие механизмы у вас, и как вы будете с этим, ну, например, понятно, что есть вестинг, да, он уже защищает, это раньше там, например, мы тоже первопроходцами были, и там, что такое вестинг, тогда был немодный, то есть есть вестинг, и в итоге, как бы, нагрузку, офигеть, какую словили, с которой живем, и с которой точно справимся, это понятно, у вас какие механизмы защиты от того, чтобы токен, такое выражение у меня есть, которое уже, смотрю, там даже в сообществе жило, чтобы он не улетел там в Дастленд. Ух, какие у нас есть моменты, да, понятно, это вестинг, он постепенно будет развораживаться, мы держим до момента игры, когда будем готовы полноценно, чтобы туда накачать за память сначала много игроков, и смысл в том, что игрокам будет всегда в play and earn токенов меньше, и когда они будут выкупать их, сам вот этот вот сегмент, то они будут приходить на рынок к инвесторам, покупать у них, то есть они будут искать токены, и в экосистеме всегда у инвесторов токена больше. Следующая, у нас есть уникальная штука, такое, я называю уникальное торговое предложение, есть ребята, которые ждут очень давно релиза игры, мы хотели выпускаться еще в феврале, но мы переехали на другой движок, вот, на более продвинутый, и ребята сказали, блин, мы шесть месяцев вот уже ждем, и мы запускаем, запускаем такую штуку, как стейкинг на 30, на 60, на 90 дней, вот, и с очень крутыми условиями, то есть чем больше ты держишь токен, тем больше ты можешь получить, то есть на токен generation event будет как раз 90 дней, и у нас еще и там добивалка, что вряд ли кто-то захочет терять там 17%, и мы планируем в следующем месяце для ранних инвесторов запустить вот этот механизм, который будет поддерживать в последующем, у нас будет стейкинг уже из маркетинга под примерно там средневзвешенной нужды геймеров у нас тоже планируется, то есть у нас будет кабинет инвесторов, кабинет игроков, то есть игрок как инвестор, я говорил до этого, и будет накручиваться, постепенно развиваться сам кошелек игровой, я думаю, что мы в будущем вырастим какую-нибудь игровую биржу. Очень круто, ну я понял, короче, основная ставка на то, что вы запустите проект, он понравится игрокам, придут игроки, у них будет потребность, они, соответственно, если кто-то захочет выскочить, будут откупать то, что там сформируется на рынке, какой излишек, правильно? Такая же история. Да, все верно, то есть они, все, что там осталось на рынке, тот, кто скидывает в пулы, тот докупает, то есть у них есть такая противоположность взаимодействия. Ну окей, я уверен, ну когда нельзя заявлять, мне нравится, нельзя влюбляться в проект, как говорят, но мне нравится то, что... Холодная голова, есть понимание, что вы точно сможете с этим справиться, то, что мы себя взвалили, с точки зрения технической какой-то истории, я больше уверен, тем более какие-то ваши уже очень ранние бетки я видел, это круто, вот выглядит точно. Окей, у меня в принципе вопросов нет, они вот были простейшие, в головах у людей всегда один и тот же вопрос, типа, в чем выгода, когда что, где как появится, где что купить, потом, что это за штука, чем она отличается от другого, я думаю, что по дороге люди для себя еще подраскроют всю эту тему, вот есть вопросы какие-то, Роман. Да нет, ты знаешь, Влад, наша задача, как и обычно, это всего лишь подсветить, вот, мы находим, находим там возможности на рынке, на спотовом рынке, находим возможности для покупки каких-то приватных раундов, публичных, вот, то есть, это работа, чтобы вы понимали принципы по взаимодействию с проектами и там и аналитического отдела, и отдела, который занимается бизнес-девелопингом, вот, стараемся, как бы, работаем, подсветили, дальше как бы все равно решение за людьми, вот, нужно изучить, посмотреть, я знаю, у нас очень много геймеров наверняка есть, ну, из большой, в принципе, аудитории, вот, ребята могут дать профессиональную оценку, попробовать податься там в списке бета-тестеров, ну, в общем, как бы, у меня вопросов нету, поэтому... Ну, окей, окей, тогда что могу сказать, вот вам еще один прекрасный проект, на который стоит обратить внимание, и он на ранней стадии, вот, в сообществе видел такую вещь, что все хотят заходить в проект на ранней стадии, но когда показываешь проект на ранней стадии, все говорят, ну, конечно, а вот это, вот это, то есть, вот этого не хватает, и вот этого, естественно, вот, всегда нужно, как бы таким, на самом деле, умом быть подвижным, вот, и наблюдать вот за какими-то ростками в самом начале, вот этот проект от ребят из RedPad Games Studio, мне кажется, тут как раз тот сам проект, который, сам начальный, который точно стоит обратить внимание, ибо у них, на мой взгляд, есть будущее, стопроцентное. Короче, подсветили, показали, про лаунчпад рассказали, вот, еще разочек, у меня, на самом деле, весь эфир были мурашки, потому что мы долго к этому готовились, потому что там и юридической обвязки было много, взаимодействия с лаунчпадом, вот, и проектов много собрано уже, и я рад, что первый проект стартует такой, на самом деле, понятный, вот, понятный с точки зрения дорожной карты, еще куда-то, поэтому я вас всех поздравляю, тебе, Андрей, большое спасибо, что оказали нам доверие, я знаю, как это сложно, с учетом нашего шлейфа, который за нами тянется, это вот непросто, вот, но вам огромное спасибо, мы вас точно не подведем, вот, спасибо большое вам, да, да, с показом вашего проекта, вам большой удачи желаю, и нам тоже большой удачи желаю, чтобы лаунчпад запустился, чтобы у нас было после вас еще много всяких проектов, все они были профитные для людей, потому что все, что, вот я понял, какая ценность, все, что нам удалось, на самом деле, за это время создать, это сообщество, поэтому сообщество, мы с вами делимся, вот, и надеюсь, вы наше сообщество не подведете, по крайней мере. нашего сообщества, вот, спасибо всем огромное. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем пока. Встретимся, поляк. Всем пока. До свидания. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok